Пытаясь продать ненужные им вещи через интернет, граждане могут по незнанию или по невнимательности стать жертвами мошенников. Злоумышленники втираются в доверие к людям, используя самые разные уловки. Например, начинают торговаться за товар, выясняют какие-то нюансы, задают много вопросов, просят дополнительные фото. Делают все, чтобы продавец расслабился и принял их за обычных покупателей. Жертвой таких мошенников стала и Лидия Шулаева. Я даже не думала в сторону мошенников, потому что это был нормальный диалог продавца с покупателем. И в какой-то момент она попросила, чтобы я скинула более детальные фотографии товара и попросила сделать это в WhatsApp. Оставила номер телефона. В этот момент бот сайта прислал предупреждение об опасности перехода в другие мессенджеры, потому что там могут быть мошенники и отследить их будет невозможно. Но переписка все-таки продолжалась в WhatsApp. В какой-то момент покупательница написала, что все оплатила и Лидии надо проверить, дошли ли деньги. Я параллельно готовлю еду ребенку, я параллельно разговариваю с мужем, который пришел с работы, я параллельно переписываюсь с подругой, и еще у меня рабочий чат параллельно. И вот уже пятый или шестой момент – это я открываю ссылку, которую мне присылает покупательница, ввожу туда данные своей карты, чтобы получить деньги за костюм, и ввожу туда свой CVV. Лидии пришла смс-ка из банка, где было указано, что происходит списание полной суммы и код подтверждения. Не прочитав все сообщения, она ввела нужные цифры. И только после того, как со счета сняли деньги, Лидия поняла, что по невнимательности стала жертвой мошенников. Это одна из десятков распространенных схем, которые злоумышленники используют на сайтах, где граждане продают или покупают вещи. Также часто мошенники создают липовые порталы магазинов. Наши жители города Саров заказывают на интернет-ресурсах различную продукцию, делают стопроцентную предоплату, и в итоге либо не получают продукцию, либо получают продукцию не того качества, которого бы хотелось. Вещь, которая стоит действительно, как они думают, что 10 тысяч рублей, а приходит вещь копеечная, которой стоимости такой нет. Эти случаи имеют место быть, продолжаются, поступают заявления. Также по-прежнему полиция продолжает фиксировать сообщения о злоумышленниках, которые звонят на телефоны горожанам и представляются сотрудниками банков. Мошенники говорят, что со счета абонента происходит несанкционированное списание средств, и чтобы его остановить, необходимо назвать данные карты и код подтверждения за СМС. Никогда представители финансовых утверждений, тем более банков, не будут звонить на сотовый телефон и просить какую-либо информацию. Зачастую это все происходит в отделениях, либо в офисах банков, где оформляется документация. Всегда звонят только мошенники, никто никогда звонить не будет. Прошу бедительную просьбу не поводиться на поводы звонившихся и не сообщать никаких персональных данных своих банковских карт. Кроме того, сейчас мошенники пытаются подключать номера телефона к банковской услуге для дистанционного резервирования счетов. Внимательно читайте все сообщения, которые приходят на телефон, и не сообщайте никому код подтверждения. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.